Оружие АТО Тем самым кадром, которые решают все, военнослужащим украинской армии. Именно эти герои в 2014 году поверили, что Россия захватила Крым и в целях восстановления территориальной целостности пошли с войной на Донбасс. Именно эти безымянные защитники Отечества обстреливали фронтовой артиллерии жилые кварталы. А когда полетела обратка, искренне удивились, а нас-то за что? Именно они продолжают воевать под командованием Порошенко, который грабит их страну у них на глазах, а они все воюют и воюют за его власть. Этим людям с альтернативной логикой и посвящен сегодняшний выпуск. Начнем с факта, который известен многим, но многими, как мне кажется, недооценен. Начальник клиники психиатрии главного военного клинического госпиталя, по сути главный психиатр ВСУ Олег Друзь, отстранен от должности. Решение принял министр обороны Украины Степан Полторак. Вина бывшего главного военного психиатра состоит в том, что он на комитете по вопросам здравоохранения заявил, что 93% украинских участников боевых действий являются потенциальной угрозой для общества и скрытыми врагами. Понятно, что Олег Друзь не открыл Америку, но говорить такие вещи на Украине вслух не комильфо. В СУ ни что где когда, поэтому умного Друзя оттуда со свистом выгнали. Тем не менее, некоторые инициативы украинской власти как минимум подтверждают правоту Олега Друзя. В начале сентября генпрокурор Луценко предлагает создать специальное СИЗО для хероев АТО, чтобы снять определенные моральные проблемы относительно тех, кого содержат в общих СИЗО. Наверное, преступников среди ВСУ не так уж и мало, раз сам генеральный прокурор предлагает создать для них отдельное место содержания. Приблизительно в тех же числах Порошенко амнистирует хероев, не совершивших тяжкие преступления. Не хочу прямо однозначно предсказывать будущее, но что-то мне подсказывает, что преступления, самоубийства и убийства в исполнении бывших военнослужащих ВСУ еще впереди. Кстати, в августе на Украине всплыли подробности классического украинского самоубийства – тремя выстрелами в голову. Историю замалчивали с зимы. Капитан ВСУ был недоволен тем, что украинские генералы продают оружие ДНР. И обещал раскрыть факты, но затем передумал и трижды выстрелил себе сзади в голову. Думаю, несложно догадаться, как эта история повлияла на сознание других патриотов Украины. И подозреваю, пока на Украине не закончатся патриотичные офицеры, они еще не раз совершат самоубийство тремя выстрелами в затылок. Впечатление от происходящего оставалось нехорошее. Поэтому в Киеве, в Центральном доме офицеров ВСУ прошел брифинг на тему сохранения психического здоровья личного состава ВСУ, реалии и перспективы. Брифинг был посвящен актуальным вопросам внедрения и активного использования эффективных профилактических и реабилитационных мероприятий. Аккуратный начальник научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ полковник Назим Агаев аккуратно заявляет. В результате участия в боевых действиях у военнослужащих могут возникать негативные психические состояния. Именно могут, а не возникают. Именно потому, что на Украине негативные психические состояния у участников боевых действий могут возникать, а не возникают. На Украине создали реестр суицидов среди героев АТО. В базе данных уже свыше 100 анкет. Усредненный портрет. Человек до 30 совершил самоубийство в состоянии алкогольного опьянения. Большинство при помощи огнестрельного оружия. Большинство не имели работы. Это только те анкеты, которые попали в базы данных. Думаю, сколько таких случаев было на самом деле, знает разве что только Порошенко. Повторю свою старую мысль. Не могут быть психически нормальными военнослужащие, которые слушают такого верховного главнокомандующего. Порошенко раз за разом делает все, чтобы себя дискредитировать. А его все слушают и слушают. Кстати, лично меня впечатлил крайний хит президента Украины. Выступление в ООН с российскими паспортами типа оккупантов. Вы видите российские паспорта? И я не вижу. Я вижу только обложки паспортов. И, честно говоря, удивляюсь. Неужели тяжело было найти в соцсетях фотографию человека в военной форме? Рыбака или страйкболиста, неважно. В ООН бы все равно не проверяли. И потом с фотографиями этого человека напечатать российский паспорт и военный билет. На имя командира какого-нибудь полка из бурятской бронекавалерийской дивизии. В ООН Порошенко любят и его бы не стали проверять. Я считаю, что если человек не уважает своих врагов, он хотя бы должен уважать своих союзников. И не выставлять себя и их дураками. Кстати, меня выступление Порошенко порадовало. Я всегда стеснялся своего английского. Думал, что у меня лязанский акцент. Послушав Порошенко, я понял, что по сравнению с ним у меня практически оксфордское произношение. Вот так. Думаю, проблемы с 93% воевавших военнослужащих ВСУ еще впереди. Людям после войны нужно будет что-то придумать, для того, чтобы их отвлечь от мысли о проигранной войне. На Украине это будет сделать проблемно. Например, немцы додумались до нацизма после того, как прогадили войну. Ну и потом огребли еще раз. Украинцы даже здесь поступили по-своему. То есть все сделали шиворот на выворот. Сначала поверили, что они великая нация. И только затем прогадили страну и войну. Ждем продолжения. Новое самоубийство патриотов тремя выстрелами в голову. Новое самоубийство алкоголиков при помощи табельного оружия. А также волна счастья и веселья, которую принесут с собой на Украину 93% воевавших военнослужащих ВСУ. Помните фильм «Рэмбо»? Думаю, в реальной жизни мы увидим его еще не раз. У меня все. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова